Они не были красавицами, но обладали каким-то невероятным очарованием и магнетизмом. В борьбе за богатых и влиятельных мужчин они всегда выигрывали, потому что их главным оружием были хитрость, страстность и чувственность. И сегодня, как и сотни лет назад, не королевы красоты, а хитроумные и коварные соблазнительницы, чаще всего становятся избранницами сильных мира сего. Они искушают, очаровывают и даже обманывают. Но несмотря ни на что, влюбленные, буквально одурманенные мужчины готовы бросить к их ногам весь мир. Так в чем секрет этих невероятно чувственных обольстительниц? Это портрет графини Ди Кастельона, которая вошла в историю как самая известная соблазнительница Франции. Настоящей имя этой роскошной женщины знают немногие. Урожденная Вирджиния Альдаини известна всей Европе как любовница президента Франции. Она не просто очаровала Наполеона Третьего, она изменила ход истории, сделав императора пешкой в своей умелой игре. Ведь почти два года ее монарши-любовник даже не догадывался, кем на самом деле была его очаровательная возлюбленная. Родственник, глава правительства Пьемонта Кавур, который решил использовать красоту Вирджинии в своих целях, зная, что Наполеон Третий, шпионы донесли, что Наполеон Третий был очень большим знатоком, ценителем женской красоты. Недавно историки обнаружили дневники графини Ди Кастельоны и были очень удивлены, увидев, что они зашифрованы. Но что именно скрывала графиня на страницах своего дневника? Имена высокопоставленных любовников? Или же здесь скрыта какая-то тайна? Ди Кастельоны была настолько красивой женщиной, что у нее в всевозможных любовниках было море. Кстати, один историк французский нашел дневники графини. И в этих дневниках она очень подробно описывала все свои любовные похождения, все свои контакты со всеми. И у нее была целая система таких секретных значков, буквенных обозначений, которые были расшифрованы. Долгое время историки не могли понять, как эта юная особа сумела обольстить императора, который мог заполучить на свое ложе любую женщину. Наполеон Третий. Это уже человек был совсем другого рода. Это был красавец, это был повеса, это был любитель развлечений, любитель вот этих всех светских мероприятий, знавший все правила, все обычаи, вот эти придворные жизни, всех этих балов в совершенстве. Там уже было несколько иное. Но вот Наполеон это было нечто на самом деле. Исследователи называют связь императора и куртизанки колдовством Кастильона, а ее саму – ведьмой. Неужели куртизанка знала какие-то древние секреты обольщения и пускала в ход тайные чары? Однозначного ответа нет. Однако известно, что графиня владела целым списком любовных секретов, в которые входили кулинарные и косметические рецепты, с помощью которых ей удавалось завоевывать внимание любого мужчины. Чтобы сделать магическую пряную смесь на любовь к семье, на благополучие, на взаимопонимание, нужно взять четко 40% белого душистого перца, 50% черного перца, 10% имбиря. Все это очень тщательно перетереть в ступке. У меня вот ступка такая шикарная, старинная, которая тоже, видимо, очень магическая такая. И, наверное, поскольку этот рецепт из Индии, наверное, надо приговаривать какую-то мантру. В своих дневниках Декастильоне оставила упоминание о необычном десерте, который графиня готовила сама, ведь рецепт был известен только ей. Кастильоне брала фарфоровую чашку и смешивала в ней пряности, корицу, ваниль и мускатный орех. Куртизанка знала, что мускатный орех – сильно действующий афродизиак. В некоторых странах его даже признают легким наркотиком, ведь в больших дозах он может одурманить человека и даже вызвать галлюцинацию. Именно поэтому использовать эту пряность нужно с осторожностью и класть в блюдо в небольших количествах. Но у Кастильоне свои пропорции. Она смешивала пополам. Полученную ароматную смесь она добавляла в горячий шоколад. И этот любовный напиток подавала Наполеону. Не просто шоколад, а какой-то там фирменный шоколад с какими-то еще добавками, может быть, и ароматическими тоже. Это явный афродизиак. Ну, с одной стороны, это, конечно, какая-то и магическая приманочка. С другой стороны, это физиологическая приманочка. Ей это нравится, следовательно, нравится этот мужчина. Ну и потом это может быть как предлог, как некое предложение, допустим, о встрече. Да? И вообще о дальнейших встречах и дальнейшей более крепкой связи между мужчиной и женщиной. Несомненно. Исторические хроники гласят, что первая встреча императора с Де Кастильоне прошла неудачно. В момент, когда Наполеон оказался напротив куртизанки и поприветствовал ее, Де Кастильоне замешкалась и ответила императору лишь легким кивком головы. Несмотря на всю уже искушенность графини Кастильской, несмотря на ее уверенность в собственных силах, соблазнить Наполеона оказалось не очень просто. Ну, во-первых, все-таки в ее глазах это был император великой державы. И поначалу, когда произошла их первая встреча, она попросту смутилась и просто не нашлась, что ему сказать. Кроме, так сказать, поклона, приседания на его приветствие. И несмотря на то, что весь двор замер в ожидании, все были страшно разочарованы. А Наполеон даже сказал, кажется, она глупа. И ей пришлось приложить ряд усилий для того, чтобы все-таки вот это первое впечатление о себе развеять. Ди Кастильона понимала, что следующая встреча с императором может стать последней. Поэтому она готовилась к ней с особой тщательностью. Она приняла теплую ванну из молока и пустила в ход свое тайное оружие. Девушка взяла сосуд с молотом кофе и насыпала небольшую горсть себе на ладонь. Легкими движениями она начала втирать кофе в кожу. Итальянские маги стали его использовать именно в магических обрядах, именно как возбуждающий ингредиент для создания приворотных, будем так говорить, зелий. Даже кофе в магии используется не только в приворотных обрядах, но и в повышении потенции мужчин, то есть для вызывания страсти. Ди Кастильона знает, что именно кофе сделает ее кожу гладкой, как шелк, и придаст ей еле уловимый манящий аромат. А еще ей известна слабость Наполеона к восточным запахам. И Ди Кастильона намерена сыграть на этой слабости. Для того, чтобы подчеркнуть красоту лица, каждый день умасчивали лицо благовониями, принимали определенные ванны с теми же благовониями. И это, конечно, позволяло поддерживать красоту женского тела, красоту женского лица. Но это, должен еще раз сказать, не дешевая удовольствие. Это было очень и очень накладно. Биографы императора утверждают, что после этой встречи Наполеон посмотрел на куртизанку совершенно другими глазами. Она показалась Наполеону образованной, невероятно красивой и очень соблазнительной. А когда на прощание император поцеловал ей руку, то почувствовал необыкновенный терпкий аромат кофейных зерен. На следующий день Наполеон сам назначил встречу Ди Кастильона. Потом во время какой-то прогулки загородной он пригласил ее покататься на лодке. Потом все общество сидело, ждало, смотрело, потому что Наполеон и графиня куда-то исчезли. А через пару часов они появились, и платье ее было помято, и причастка испорчена. А Наполеон был довольный-довольный, как только что хорошо покушавший человек. Вскоре Наполеон стал постоянным гостем салона Ди Кастильона. Рядом с куртизанкой он проводил много времени и даже посвящал ее в государственные дела. Полностью отдавшись нахлынувшим чувствам, Наполеон и не подозревал, что делит ложе с настоящей шпионкой. Задача графини Ди Кастильоны заключалась в том, что она должна была убедить Наполеона помочь Италии освободиться от австрийцев. И по сути она выполнила эту свою задачу, потому что в конечном итоге Франция ввела свои войска в Италию, одержали французы там несколько побед. И в общем-то, по сути, Италия, как нынешнее государство, была образована в 1861 году и во многом благодаря заслугам графини Ди Кастильоны. Невероятно! Но этой богине обольщения удалось сбить с толку всех, в том числе и бдительное окружение Наполеона. Историки утверждают, что Ди Кастильоны долгое время вела тайную переписку с премьер-министром Италии и передавала ему все сведения, которые получала от влюбленного императора. Вся переписка периллюстрировалась, вся переписка проверялась, но, как говорили, она сумела пленить главного почтмейстера, который передавал ее письма с дипломатической перепиской, которая не проверялась таким образом, и она просто переписывалась под носом императора с премьер-министром Пьемонта, переписывалась о том, что она собирается содействовать объявлению войны Австрии совершенно спокойно. Но как молоденькая куртизанка смогла одурачить целый штат военных советников во главе с самим императором? Какими чарами она одурманила Наполеона Третьего? Быть может, ключ к разгадке был в тех самых магических угощениях, которые она преподносила Бонапарту. Сильные миры сего, стареющие во все времена, во всех государствах, на всех территориях, стареющие, а значит, теряющие чувство любви, вот, то самое, которое когда-то окрыляло, заставляло, значит, летать на крыльях любви, делать необыкновенные поступки, вдруг это чувство начинает угасать. А с этим угасанием уходит сама жизнь. Неужели величайшие любовницы всех эпох действительно владели секретами обольщения и тайными любовными техниками? Греческие гетеры, японские гейши, европейские куртизанки. Невероятно, но многие из этих женщин не обладали выдающейся красотой. Однако, стоило мужчинам лишь раз встретиться взглядом с этими искушенными и такими манящими прелестницами, как они забывали обо всем на свете. И сегодня современного, успешного и богатого мужчину окружают десятки молодых очаровательных женщин, готовых на все ради внимания своего возлюбленного. Однако, в большинстве случаев, его избранницей становится не самая яркая и красивая женщина. Но почему? Последние исследования показывают, что внешняя красота далеко не главный критерий, по которому мужчина выбирает себе возлюбленных. Ученые до конца не могут объяснить этот феномен, но при выборе партнерши в мозгах мужчин включается какой-то фильтр, который руководит отбором. И чаще всего мужчины на подсознательном уровне выбирают не красотку, а ту, рядом с которой они буквально теряют голову, от одного взгляда которой перехватывает дыхание. Недаром таких женщин называют дочерями богини любви, обладающими невероятным магнетизмом и почти дьявольским очарованием. Недавно историки обнаружили древнеиндийский текст, в котором автор пересказывал легенду о любви простой девушки и великого бога Будды. Согласно древнему преданию, жарким днем Будда со своими учениками отдыхал в тенистой прохладе деревья. Вдруг перед ним предстала роскошная молодая девушка. Прекрасная нимфа сказочной красоты преподнесла Будде напиток. Его сладкий, почти дурманящий аромат таил в себе настоящий экзотический коктейль. Тут были и цветочные нотки, и запах спелых, сочных фруктов. Будда отпил из чашки этот необычный нектар, и тут же почувствовал, как приятное тепло волной пробежало по всему телу. Он ласково посмотрел на девушку, и его охватило чувство нежной влюбленности. Но что это был за чудесный напиток, с помощью которого земная девушка сумела пробудить любовный трепет в Боге? Они обладали тем, чем не обладали обычные, замороченные, значит, хозяйством и бытом обычные индийские женщины. Они были свободны. Согласно древней индийской легенде, для того, чтобы соблазнить Бога, девушка долгое время изучала тайные свойства трав, ягод и пряностей. И, наконец, приготовила напиток, который пробудил в душе Будды сильную страсть. Но откуда юный влюбленный, был известен рецепт эликсира любви. Если верить преданию, рецепт таинственного зелья возлюбленная Будды взяла из древней Библии любви, которую людям дали боги, для того, чтобы мы познали всю силу любовных наслаждений. В 64 искусства входило очень много разных дисциплин, которые науки, это или искусство, это как бы мы сейчас не будем разбирать, потому что те вещи находились в перемешку. Это, конечно, искусство стихосложения, это пение, это игра на музыкальных инструментах, танцы, это искусство дизайна какого-то, украшений, раскладки букетов. Букетов, искусство наряжаться, бой перепелов сюда входил, бой петухов, да, они должны были еще этим обладать. Искусство, они должны были знать магию сюда же входило, астрологические предзнаменования. Легенда гласит, что тайны любовного искусства земным женщинам подарила прекрасная богиня Сарасвати. Ее супругом был бог Брахма, и не было на небе счастливее союза. Чувственная богиня была настолько искусна в нежных ласках, что однажды абсолютно счастливый бог уговорил супругу поделиться своими секретами с людьми. Так, согласно легенде, на земле появилась Библия любви, которую составили жрицы богини Сарасвати. Книга была доступна только избранным женщинам и передавалась из поколения в поколение. И если ее обладательница сумела овладеть тайным искусством Сарасвати, то она превращалась в настоящую богиню. Во все времена оказаться в обществе этих избранных женщин была заветной мечтой любого мужчины. И они были готовы бросать к ногам своих возлюбленных все сокровища мира. Индийские куртизанки, им здорово носут труд и тем, и другим. Потому что то, что они должны были знать, даже чисто теоретически, превышает программу тех и других намного. Причем вот эти 64 искусства, они шли в приложении к основному искусству Камасутра, который они, разумеется, должны были знать просто вообще от и до. И, безусловно, такие женщины пользовались очень большой популярностью, бешеным успехом. Хранительницы тайных знаний, спутницы богов, возлюбленные земных властителей, умелые любовницы, очаровательные кокетки, искусные собеседницы и даже шпионки. Эти женщины владели умами и сердцами мужчин и были настолько прекрасны, что сами начинали верить в свое божественное происхождение и, в конце концов, убеждали в этом всех окружающих. Древнегреческая легенда гласит, как юная дева, словно богиня в человеческом обличье, вышла из пены морской. Она шла по берегу моря, ничуть не смущаясь восхищенных мужских взглядов. Капли соленой воды покрывали все ее упругое тело, и на лице светилась блаженная улыбка. Это была красавица Гетера Фрина. Гетера только что совершила ритуал рождения богини из морской пучины, публично окунувшись в море. Люди, которые поклонялись богине любви или богиням плодородия, они должны были впадать в экстаз. А впадая в экстаз, иногда можно и полностью показать красоту своего тела, показать, что ты действительно являешься совершенством этой красоты. Особенно это характерно для праздниц в честь богини Афродиты, богини-покровительницы любви. Причем известно, что Фрина очень часто раздевалась во время купания в море. То есть она подражала Афродите. Ведь, как известно, Афродита Киприда, она вышла из моря, из морской пены, обнаженной. Этот невероятный красоты ритуал в течение многих лет проводился в Древней Греции. Главной героиней этой необычной церемонии была греческая гетера по имени Фрина. Долгое время греки верили в то, что в один и тот же день и час эта красавица становилась живым воплощением богини любви Афродиты. Афродите так или иначе апеллируют все представительницы этой профессии на протяжении любых веков. Фрина, безусловно, была служительницей Афродиты. Служительницами Афродиты называют себя куртизанки более поздних эпох. И в этом смысле они противопоставляют себя тем женщинам, которые являются служителями, скажем, богини домашнего очага. То есть они сознательно избирают путь любви, путь утех, путь жизни сегодняшним днем, где-то не в этом самом будущем рискуя. Ритуал рождения Афродиты длится около получаса, тогда как приготовление к нему занимали у гетеры несколько дней. Фрина натирала свое роскошное тело ароматными маслами и принимала ванну с молоком. Она заказывала у портного дорогой наряд, в котором подходила к морю и затем сбрасывала, чтобы войти в воду обнаженной. Но историки утверждают, секрет красоты гетеры заключался вовсе не в дорогой одежде и молочных ваннах. Фрина владела уникальным рецептом необычного для Древней Греции блюда – грибного супа. Бульоны с горохом, чечевицей или бобами – вот что готовили в те времена. Грибной отвар был заморским кушанием для греков. И мало кому было известно о невероятных свойствах грибов, которые при правильном приготовлении могли превратиться в сильнодействующий любовный эликсир, пробуждающий страсть. Грибы могут все. В этом я абсолютно убеждена, потому что есть такие грибы, которые служили и для отворота, и для приворота. Есть такой совершенно замечательный грибочек, он как звезда. Как звезда в наших лесах, в Пскове, он очень часто встречается, вы его просто всегда пинали ногой, ну, может быть, рассматривали как растение, как цветок. Так вот эта вот звездочка, это замечательный грибочек, да, гестера, вот, его всегда использовали для привораживания. Но откуда Фрине было известно об удивительных свойствах грибов, пряностей и трав? Быть может, прекрасная гетера была одной из тех избранных учениц богини любви? Однозначного ответа у историков нет. Однако многие из них отмечают удивительный факт. Именно с появлением Фрины в Афинах праздник Афродиты, забытый греками на время, как будто получил новую жизнь. Афиняне праздновали несколько дней. В честь богини сжигали ароматные травы и приносили в жертву розы, яблоки, гранаты и мирты. А завершался праздник любовными утехами. Ведь греки свято верили, что только через любовное соитие они становятся ближе к богам. Фрадита ведь была не только богиней любви, она была и даже не только богиней морской, она была в том числе и богиней плодородия. А раз она была богиней плодородия, значит, это покровительство жизни и покровительство смерти. А поскольку человек, он в своем естестве рождается от природы, то, соответственно, люди, которые являлись поклонниками этой богини, они хотели вступить в это естество. И вот они как бы приобщались таким образом к рождению, обретению новой жизни. Историки утверждают, что секретным рецептом Фрины много лет спустя пользовалась еще одна восхитительная дева. Кора Перл была одной из самых дерзких и знаменитых любовниц за всю историю Англии. Исследователи утверждают, в арсенале Коры Перл было все. Травы, напитки, ароматные масла и благовония. Однако по специальному заказу Кори из Европы привозили редкие грибы с пикантным названием фалюс нескромный. Кора велела своим поварам подавать блюда из этих грибов каждый раз, когда ее салон посещали важные гости. Когда показываешь фотографию этого гриба и говоришь фалюс инфудикус, начинают все долго хохотать. Так вот, в Германии это считалось вообще афродизиаком. То есть грибом, поднимающий мужскую потенцию. Вот, как его только не называли. И чертов кнут, и дьяволов палец. В общем, у нее масса названий. Женщина, если она начинает пропивать эту веселку, ну, раньше эту веселку просто со сметаной мешали, и принимали внутриложками, то, во-первых, потенция у мужчины поднималась явно. У нее, скорее всего, либидо поднималось. Историки свидетельствуют, что перед очарованием Коры Перл не смог устоять даже принц Уэльский. О ее красоте слагались стихи, а ее дерзость не знала границ. От неразделенной к нелюбви мужчины заканчивали жизнь самоубийством прямо на пороге дома-куртизанки. В городе, где жила Кора, о ней ходили самые невероятные слухи. Согласно одному из них, от куртизанки веяло необычным, проникновенным и очень сладким ароматом, который одурманивал всех, кто вдыхал его. Сегодня исследователи предполагают, что такое воздействие на окружающих оказывал аромат ванили. Ваниль является очень красиво цветущей, тропической лианой из рода орхидеи. И там очень красивые цветы, которые всего существуют 12 часов. И цветок, распускаясь, он жив дарит свою красоту от полудня до заката. И дальше идет образование стручка из этого цветка красивейшего, который и в результате его срывает недозрелым, обрабатывает специальным образом сушек, и получается вот эта замечательная пряность ваниль. И издревле она известна своими свойствами, как афродизиак. Совсем недавно историки в записках Коры Перл обнаружили рецепт уникальной маски, которой куртизанка покрывала все свое тело. Несколько граммов тростникового сахара она смешивала с оливковым маслом и добавляла в эту смесь порошок ванили. Этим составом Кора покрывала все тело для того, чтобы необычный чувственный запах ванили впитался в кожу. Это афродизиак, который повышает женскую энергетику. Это ваниль, содержит ароматическое вещество ванилин, который сейчас уже синтезирует искусственным путем. И это энергия, которая улучшает, питает, делает женщину более привлекательной. И при употреблении ванили очень мощно раздражается лимбическая система и выделяются гормоны радости эндорфины. Многие исследователи не сомневаются, что Коры Перл, графиня Ди Кастельоны, Фрина, как и многие другие великие любовницы, были хранительницами древних знаний и секретных рецептов, которые передавались из поколения в поколение, сотни, а может быть и тысячи лет. И вполне возможно, что эти избранные женщины держали в руках заветную Библию любви, священную книгу, которая помогала им дарить своим возлюбленным поистине неземные наслаждения. Они держали салоны. Любовники их были из элиты общества, политической элиты, финансовой. То есть это был, нельзя сказать, класс, но определенная группа женщин. Они были высокообразованные. Любовники делятся на четыре части, на четыре категории. Одним она отдается ради денег, другим ради каких-то политических интересов, третьим по любви, и четвертым от нечего делать, когда ей скучно. Но какую цену приходилось платить девушкам за возможность прикоснуться к древним знаниям богини любви? Мало кто знает, что против вызывающей красоты этих женщин и их дерзости даже принимались законы. Правила, которые диктовали им то, как они должны выглядеть. Например, в 1570 году в Европе был выпущен указ, запрещающим куртизанкам носить золото, серебро, вышивки, бархат и другие дорогостоящие вещи. Однако куртизанки на этот запрет практически не обращали внимания. В отделке их домов продолжали использоваться дорогие ткани, а стены были расписаны различными сценами из древних мифов и, конечно, очень дорогостоящими художниками, которые за свои услуги просили достаточно дорого. Еще один закон, введенный во Флоренции, обязывал куртизанок использовать опознавательные знаки, покрывать лицо желтой вуалью или прикреплять к одежде золотистый бант. Флорентийские куртизанки должны были носить колокольчик на одежде или на шляпе и перчатки темные. Причем даже существовало такое негласное правило, что любой мужчина, если он встретил куртизанку, он знает, что она куртизанка, и без вот этих опознавательных знаков, то в знак позора он мог ее публично раздеть, опозорить, то есть что она не выполняет правил. Естественно, у куртизанок были и другие ограничения. Допустим, в Венеции они не могли селиться вдоль канала Гранде, вот во дворцах вдоль этого канала. И тем не менее, многие из них имели там дома. Однако находчивые девушки прибегали к всевозможным уловкам. Они стали прятать свои изысканные наряды под длинными накидками и плащами. Надевая огромное количество драгоценностей и просто прикрывая все это темным плащом, который они надевали на платье, и, соответственно, когда это было необходимо, просто этот плащ снимали. Какими бы рамками не ограничивали свободу этих отчаянных кокеток, они продолжали носить роскошные наряды и вызывать нескрываемую зависть. Ведь в каждой женщине живет богиня, которая не готова подчиняться. Невероятно, но изучив мемуары и просмотрев сотни фотокарточек самых великих любовниц всех эпох, историки пришли к неожиданному выводу. Большинство из них были рыжеволосыми. Возлюбленная английского принца Кора Перл, подруга древнегреческого философа Фрина, любовница египетского фараона Родопис. Все эти женщины были искусными соблазнительницами. И все они обладали огненно-рыжим цветом волос. Что это? Совпадение? Или здесь кроется какая-то тайна? И что, если рыжеволосые женщины в действительности являются обладательницами редкого гена любви? Пытаясь разгадать эту загадку, исследователи обратились к древним текстам и обнаружили там множество упоминаний о том, что рыжеволосые девушки особенно чувственны в любовных ласках и обладают богатой фантазией. Перебирая страницу за страницей, они находили все больше свидетельств того, что легенды, которые рассказывают о невероятной любовной силе красавец с огненными волосами, правда. Более того, священные источники говорят о том, что первой соблазнительницей на Земле была рыжеволосая дева по имени Лилит. Легенда о ней подробно описана в Торе. Но упоминания о рыжеволосой бестии встречаются и во многих других древних текстах. Долгое время этот факт вызывал множество вопросов, ответы на которые исследователям удалось найти совсем недавно. О первой соблазнительнице в священном тексте Библии нет никакой информации только по одной причине. Древние авторы не хотели очернить образ первого мужчины, Адама, который не смог устоять перед чарами рыжеволосой красавицы. Иногда возникали и такие толкования, что, дескать, мужчина и женщина сотворил какую-то другую женщину, а потом отдельно Еву. И даже у этой первой женщины было имя Лилит. Считалось, что она была первой супругой Адама. Но из библейского текста это совершенно никак не вытекает. Согласно Библии, первыми людьми на Земле были Адам и Ева. Но Ева оказалась не такой страстной, какой хотел ее видеть Адам. И Бог узнал о печали мужчины и решил создать другую женщину, рыжеволосую Лилит. Прекрасную деву с чувственной натурой, которая сумеет развеять скуку Адама. Есть разные версии. Одна из наиболее известных – это то, что Лилит была создана из огненной стихии. Есть версия, где говорится о том, что оба – и Лилит, и Адам – были созданы из одного и того же материала. Из земля, глина, прах. Можно назвать это по-разному. То есть, что, по сути дела, они равноценны. Она стала его женой, и по преданию она ежедневно родила, плодила сколько-то демонов. Я не могу, сейчас не помню точную цифру. Адам, подавшись искушению и жажды плотских удовольствий, бросился в омут страстей вместе с рыжеволосой Лилит. Но их любовь длилась недолго. Адам никак не мог привыкнуть к темпераменту Лилит и переменчивости ее настроения. Они стали часто ссориться и вскоре расстались. Это вот та женская первая стихия, первая материя. Неоформленная, необузданная, стихийная. Очень большая часть ее таки остается скрытой в бессознательном женщине. Это вот именно тайна как таковая. Это тот хаос черный, темный, улажный. Но это очень большой творческий потенциал. И, как правило, женщины, в которых есть связь с ее Лилит, независимо от того, насколько она осознанно-неосознанно раскрытая, они очень творческие на то и. Более того, исследователи убеждены, что именно рыжеволосые женщины темпераментны, романтичны, а также более удачливы в любви. Совсем недавно западные психологи опубликовали результаты своих исследований. Они выяснили, что мужчин гораздо больше привлекает рыжий цвет волос, нежели блонд или какой-либо иной. Но страх перед тем, что рыжеволосые красотки подчинят себе мужчин, заставляют представителей сильного пола в 75% скрывать свои истинные чувства и намерения под псевдолозунгом «Джентльмены предпочитают блондинок». Но на этом удивительные открытия не заканчиваются. Оказывается, известная на весь мир история о Золушке вовсе не сказка, а реальная история, произошедшая в далеком прошлом. Такая девушка действительно существовала и шла на территории Древнего Египта. И назвали ее Золушкой не из-за платья, испачканного в зале, а из-за огненного цвета волос. Настоящая имя этой красавицы родопись. И до захвата в плен она была знаменитой гетерой. Пираты ее, вот эту красивую девушку, захватили, привезли. Еще в молодости, в юные годы, привезли в Египет. И она попала в семью одного старика, у которого было трое дочерей. И эта дочь очень плохо относилась к ней, поскольку она по свету лица отличалась от них. Те были такие сумоглими лицами и прямыми волосами. А это были такие золотистые кудряшки, зеленые глаза. Роскошь, дорогие наряды и украшения, все это осталось в прошлой жизни. Теперь она стала рабыней, которой приходилось трудиться от зари до зари. Но каждую свободную минуту родопись посвящала танцам, которые она оттачивала годами. И, будучи гетерой, демонстрировала своим поклонникам. Легенда гласит, что однажды роскошная рыжеволосая дева босиком на золотистом песке кружилась в быстром танце. Она рисовала руками в воздухе замысловатые линии, а ее тело обольстительно изгибалось. Огненные локоны ее волос покрывали плечи, а на щеках горел румянец. В это время за танцем родопис украдкой наблюдал хозяин дома, в котором она жила. Египтянин был восхищен грациозностью своей рабыни и решил, что такая талантливая танцовщица не должна ходить без обуви. Вскоре он заказал для родопис специальную пару роскошных сандалий. Он купил ей сандалии из кожи и золотистого цвета. И согласно этой легенде, якобы, когда был назначен какой-то праздник в этом городе, девушки этого старика ушли на этот праздник, ну, естественно, заставив ее, чтобы она занималась домашним хозяйством. Родопис поручили полоскание белья. Она спустилась к реке и стала окунать простыни в воду. И в это время случайно намочила свои дорогие сандалии. Тогда девушка сняла подаренную ей хозяином обувь и положила ее на солнце, чтобы просушить. Орел в Египте – это символ гора. Это символ фараонов. Схватил одну из этих сандалий и летел прямо к Мемфису, где в это время находился фараон. И фараон в это время судил в каком-то суде и на подоле этого фараона упал с клюва сандалия Терадопия. Фараон увидел. Эта сандалия очень заинтересовалась. Во-первых, очень малый габарит и очень красивые сандалии. Фараон Амасис II поручил своим слугам отыскать обладательницу этой сандалии. Но поиски не увенчались успехом. Ведь никто не мог даже догадываться о том, что у самой обычной рабыни может быть такая красивая обувь из редкой кожи, явно сделанная на заказ. Тогда сам фараон отправился вниз по Нилу, чтобы найти где-то, якобы в Навкратисе нашла эту золушку. И они полюбили друг друга и легли на одну ночь, но проснулись через два с половиной дня. Если верить легенде, родопис сумела подарить искушенному фараону незабываемое наслаждение. Но в чем заключался секрет древней любовницы? Ответ на этот вопрос совсем недавно исследователи обнаружили в египетских папирусах, дошедших до наших дней. Оказалось, она добавляла во все блюда, которые подавала фараону, петрушку. В те времена в Египте и в Греции петрушка, сельдерей и укроп не использовались как приправа, потому что эти травы считали символом горя. Однако родопис точно знала об особенных свойствах этой приправы. Известно с давних пор, что петрушка и у мужчин, и даже у женщин может вызывать усиление любовного чувства. Вот, и это знали, кстати, древние. Ну а что может быть важнее любовного чувства, особенно если оно угасает, это чувство? Что может быть важнее для человека? Откуда родопис были известны необыкновенные свойства петрушки, остается загадкой. Однако образ этой рожеволосой красавицы древние непременно связывали с какой-то поистине магической силой. Все упоминания о них говорят о них как о женщинах, выдающихся и обладающих особой притягательностью. Уж коль скоро, через столько столетий до нас дошли свидетельства о таких женщинах, всегда это будут свидетельства о женщинах, действительно выдающихся, очень красивых и интересных. Конечно, куртизанок было намного больше, чем нам сегодня известно. Их были сотни, тысячи. Но нам известны единицы имен, и уж если нам известно сегодня имя, конечно, такая женщина была действительно очень яркой фигурой в свою эпоху. До сих пор историки ищут ответ на вопрос о том, как французской куртизанке Нинон де Ланкло удавалось молодо выглядеть до глубокой старости. По воспоминаниям современников, Нинон обладала ярко-рыжим цветом волос. Однако художники изображали ее то блондинкой, а то и вовсе с темными волосами. Такой неуловимой и всегда разной казалась им эта восхитительная любовница. Она была белокожая, прекрасные волосы, прекрасная фигура. И вот каким-то чудом ей она не старела. Одно из ее высказываний, она, во-первых, была не чужда писательскому ремеслу, оставила множество афоризмов. И один из них как раз очень интересен. Примерно он так звучит, что если уж Господь награждает женщин морщинами, то почему бы эти морщины не разместить на подошвах ног? Исследователи до сих пор не могут разгадать секрет неувидающей красоты Нинон. По одной из версий, каждое утро женщина выпивала стакан отвара из прованских трав, рецепт которого был известен только ей. Когда ей было 70, какой-то один из дворян ему предлагали посетить ее салон. И он отказывался, потому что он считал, что что интересного идти в салон к 70-летней старухе. Когда он пришел, он был ей очарован, значит, влюбился, вступил с ней в связь и после первой ночи сказал, что выглядит она совершенно на 18 лет. Историки говорят, что свежести кожи Нинон завидовала сама королева Франции Анна Австрийская. Она постоянно поцелала шпионов к кортизанке. В надежде на то, что ей рано или поздно удастся выведать секрет эликсира молодости. Каково же было изумление королевы, когда ей донесли, что тайна синеглазой красавицы заключается в кусочке обыкновенной замши. Существует версия о том, что она, ну, не только она, и многие другие каждый день протирали свое лицо с замшей или бархатом. Ну, бархатом Екатерина II тоже там протирала свое лицо. Ну, говорят о том, что я не специалист в этой области. И когда вот сам шей по чистой коже протираешь, то возникает как бы электричество. Вот мускулы лица таким образом электризуются и становятся более упругими. То есть проходит отвисание век и вокруг глаз. Вот те мускулы, которые меньше всего на лице там имеют вот как бы подвижность. Однако была и другая версия, согласно которой секрет молодости Нинон заключался в специальных медовых масках. Женщина намазывала все тело пчелином медом и в течение нескольких часов ходила в таком виде по своему дому. Последние открытия ученых подтверждают невероятные свойства меда, способные на долгие годы сохранить женскую красоту. Средство макрополиса. То есть что-то такое, что реально действительно отражается на улучшении нашего здоровья, внешности и продлевает нам жизнь. Да, среди таких продуктов, наверное, почетное место занимает в первой пятерке, я бы сказала, мед. Это старинный очень способ действительно получить эффективный такой питательный продукт, у которого фактически нет противопоказаний. Чтобы приблизиться к образу неповторимой Нинон, девушки шли на всевозможные уловки. Надевали наряды, как у нее, и даже меняли цвет волос. Она всегда хорошо одета, она прекрасно воспитана. На ее губах всегда играет улыбка приветливая. Она всегда и к каждому человеку умеет найти подход, умеет с ним разговаривать. И в компаниях мужчин она всегда в центре внимания. А французские и итальянские художники, воодушевленные красотой Нинон, изображали златовласых ангелов и белокорых Мадонн. Современные обольстительницы больше не вдохновляют художников на создание библейских полотен. Но они по-прежнему остаются для мужчин главным источником сил и энергии. Ведь иногда даже самый сильный мужчина мечтает отдохнуть от бесконечной борьбы за власть и просто утонуть в объятиях своей возлюбленной. И уже не важно, красива она или нет, какой у нее цвет волос. Важно, что женщина, которая находится рядом, умеет любить. А это искусство поистине достойное богине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА